А о пулях дьявола вы слышали что-нибудь? О пулях? Да. Да, бодро пили. Да. Значит, ученые обнаружили, что есть такая вода, хлорелла. Вот когда болото цветет, ряска такая цветная появляется. Так вот эта хлорелла, она поселяется в водопроводных трубах, прилипляется к стенкам труб, и там-то хорошо. Но дело в том, что это очень древний микроорганизм, колонии такие. И если они попадают в воду, которая химически заражена, например, хлором, то они начинают выделять, они мутировать очень начинают, приспосабливаться. И вот эти клетки-мутанты, они выделяют так называемые ДВ-молекулы. Они очень короткие, но внесут в себя информацию именно о мутации. То есть они, попадая в другую клетку, вызывают такие же мутации. Ну то, что у нас онкология называется. Вот это ученые называли вот эти ДВ-молекулы пулями дьявола. То есть если мы эту водичку выпили, она коротенькая, она сквозь мембрану клетки быстро проникла, и передала эту информацию о мутации. И пошли всякие осложнения у нас. Какие-то шишки появляются, какие-то опухоли, то есть какие-то бородавки и так далее, и так далее. Вот это вот ДВ-молекулы вызывают. Так вот в радиусе 200 километров вокруг Москвы нет ни одного чистого источника, где вот этих ДВ-молекул не было. Даже нельзя на 200 километров заходить, все равно это уже загадили. Вот 300 километров еще там можно найти чистые источники. А тут не то, что в городе, даже в окрестностях уже так загадили. Ну, так и о народе говорят. Там, где кончается природа, там начинается окружающая среда. Ну, не то, что мы этим городом и отравили в окрестностях 200 километров от города. Вроде Никита, вы, извините, все равно 20 даже тех же километров под Москвой, все равно вода живая. Да, вода-то живая, с ДВ-молекулами только. Это я вам не шучу. Это я читал статьи научные. То есть проводили эксперименты. Никак не определяешь их? Они ничем не уничтожаются. Они очень короткие, очень маленькие. И как это? Ни фильтр их не возьмет, ничего не берет. Что-что? Их даже вода не может уничтожать, если оцелебных свойств воды говорить. Да, я думаю, заперепрограммировать все можно. Но это нужно уметь делать. То есть у нас же обязанность священнослужителей, это воду вступит, а лучше, вилами по воде писать. Но это нужно уметь. То есть это нужно... Ну, ученые знают около 200 видов воды. Вы же знаете, что вода в воде рознь. Так вот, нужно эту воду очистить. Даже если с родника берешь, то Бог его знает, что за программа в этой воде была заложена. С чем она соприкасалась, то есть какую она информацию на себя впитала и несет. С христом христианским, как правило. Ну, это еще полбеды. Она и в природе может через геопатогенные зоны проходить, через всякую гадость там, и неизвестно, что она такая. Поэтому необходимо это очищать. Мы же в основном из воды состоим. Поэтому вода, это в первую очередь, должна быть очищаться. Там это очень сложная структура. Ну, во-первых, ее деструктурируемо нужно сделать, чтобы короткие молекулы были. То есть потолочь как-то. Ну, некоторые в городах там пускают щетки, с большой скоростью вращаются, как в мясорубке там, это же, как в миксере, перемололось все это. Это вот как талое. Некоторые замораживают воду. Если замораживают, там она на три части делится. Та, что в первую очередь замерзла, ее нужно выкинуть. Потом, когда замерзает, часть воды не замерзает. То, что не замерзает, тоже нужно выкинуть. И только вот эту среднюю часть замерзшую нужно растопить. Вот это талая вода будет. Тогда она хорошая будет. Дрянь уже какая-то уйдет. Потом нужно насытить ее жизнью. Вот это уже мало кто умеет делать. То есть просто талая, этого недостаточно. То есть нужно информацию жизни туда засунуть. Ну, обычно как делают? Ну, нужно мысль-реформу такую посылать. Вот жизнь лучше всего в пшеничном колосе содержится. Вот зерно, оно готово прорасти там. Вот вы представьте, вы создаете мысль-образ этого колоса. И этот колос опускаете в эту воду мысренно. А вы знаете, вода, соприкоснувшаяся с чем-либо, она информацию всю впитывает. Вот она впитала в эту информацию. А теперь нужно еще, чтобы в каждую молекулу. Вы так по воде рукой хлоп, развиваете этот образ с расчетом, что это в каждую молекулу. Этот колос развивается на множество маленьких-маленьких колосков, которые проникают в каждую молекулу. Информацию записывает. Но там потом создается как бы отрицательный слой такой. И вы представляете, что этот отрицательный слой формируется в центре этого сосуда, который вы обрабатываете. И вы мысленно берете вот этот черный столбик оттуда, вытаскиваете и выбрасываете. То есть излишек информации выходит из этого. Вот вода теперь подготовлена для того, чтобы уже вилами по воде писать. То есть ту информацию, которую вы хотите, вот теперь эту воду можно программировать. Ну вы же знаете, японские ученые, например, у меня целая пачка фотографий есть. Вот креста, вот такой молитвы, вода замерзает такой-то, при таком слове вот такой-то. Вот что ты хочешь сделать? Хочешь такой орган полечить, значит вот такую снежинку. Подваживаешь под банку, она заряжается. Но это можно самому же создавать эти образы. Можно говорить те слова, то есть молитвы, мантры, заговоры. И вода программируется именно для того, что ты хочешь с ней сделать. То есть информация вся эта переписывается. И вот тогда вот эта вода, я думаю, она уже справится с ДВ-молекулами. Потому что уже на молекулярном уровне она была очищена, заряжена жизнью и запрограммирована на какое-то событие. Ну кто у нас из ученых занимается такой борьбой с ДВ-молекулами? Можно перепрограммировать, конечно, но это нужно уметь. То есть если человек это не умеет, конечно, эти ДВ-молекулы будут ему губить. Потому что программа шла там уже заряжена на мутацию. А тут мы науши и сможем. Наоборот, разрушение всей онкологии. Запрограммировал туда все это. Все это новообразование будет разрушаться от такой воды. То есть нужно уметь обрабатывать воду. А тибетские чаши поющие в этом деле могут помочь? Ну вот я дома каждое утро. Я как бы утром встал, там массаж сделал, там зарядочку, солнышко встретил, там омовение совершил. А потом уже после этого я заряжаю воду. То есть в чашу эту наливаю, там две ручки такие. И там руками водишь и возникает вибрация такая. И вода начинает спениваться. Спениваться, а потом она на кресток разделяется и четыре фонтана такие. То есть до потолка так летит. То есть если вот этот вибрация его поймать, вот и каждое утро это. То есть это поступит толку. По споре короче. Да. А потом уже вот по этой программе нужно жизнь зарядить, отрицательную энергию выбросить оттуда и ввести программу, которая необходима. Ну я это обычно на алтаре. Отрицательная энергию выбросить оттуда.